Павлик Морозов. В эпоху СССР его представляли героем, отдавшим жизнь в классовой борьбе, а в перестроечное время – доносчикам, предавшим собственного отца. Современные историки подвергают сомнению оба мифа о Павлике Морозове, который стал одной из самых спорных фигур в советской истории. Всем привет, с вами канал История Мира, сегодня мы вам расскажем историю жизни Павлика Морозова. Приятного просмотра. Павел Морозов, уроженец села Герасимовка, расположенного в Тобольской губернии. Мальчик родился 14 ноября 1918 года. Отец Трофим Морозов был белорусом по национальности. Совместно с супругой Татьяной Морозовой он воспитывал пятерых сыновей, старшим среди которых оказался Павел. Эта история произошла в начале сентября 1932 года в селе Герасимовка Тобольской губернии. Бабушка отправила внуков за клюквой, а через несколько дней тела братьев со следами насильственной смерти обнаружили в лесу. Федору было 8 лет, Павлу 14. Согласно канонической версии общепринятой в СССР, Павлик Морозов был организатором первого пионерского отряда в своей деревне, а в разгар борьбы с кулачеством донес на своего отца, который сотрудничал с кулаками. В результате Трофима Морозова отправили в десятилетнюю ссылку, а по другим источникам расстреляли в 1938 году. На самом деле Павлик не был пионером, пионерская организация появилась в их селе только спустя месяц после его убийства. Галстук позже ему просто дорисовали на портрете. Никаких доносов на отца он не писал. Против Трофима на суде свидетельствовала его бывшая жена. Павлик лишь подтвердил показания матери о том, что Трофим Сергеевич Морозов, будучи председателем сельсовета, продавал справки кулакам-переселенцам о приписке к сельсовету и об отсутствии у них задолженности по налогам перед государством. Эти справки были на руках у чекистов, и Трофима Морозова судили бы и без показаний сына. Его и еще нескольких председателей района арестовали и отправили в тюрьму. Отношения в семье Морозовых были непростыми. Дед Павлика был жандармом, а бабушка конократкой. Они познакомились в тюрьме, где он ее охранял. Отец Павлика Трофим Морозов имел скандальную репутацию, он был гулякой, изменял жене и в результате бросил ее с четырьмя детьми. Председатель сельсовета действительно был нечисто о том, что он зарабатывал на фиктивных справках и присваивал имущество раскулаченных, знали все односельчане. В поступке Павлика не было никакого политического подтекста, он просто поддержал мать, несправедливо обиженную отцом. А бабка с дедом за это возненавидели и его, и мать. К тому же, когда Трофим бросил жену, по закону его на дел земли перешел к старшему сыну Павлу, так как семья оставалась без средств к существованию. Убив наследника, родственники могли рассчитывать на возврат земельного участка. Сразу же после убийства началось следствие. В доме деда нашли окровавленную одежду и нож, которым были зарезаны дети. На допросах дед и двоюродный брат Павла сознались в совершенном преступлении, якобы дед держал Павла, пока Данила наносил ему удары ножом. Дело имело очень большой резонанс. Это убийство представлялось в прессе как акт кулацкого террора против члена пионерской организации. Павлика Морозова тут же провозгласили пионером-героем. Только спустя много лет, многие детали начали вызывать вопросы. Была версия, что Павлик Морозов донес на отца по поручению матери, чтобы отомстить отцу, и был убит агентом АКПУ с целью вызвать массовые репрессии и высылку кулаков. Это было логичным завершением истории о злодеях-кулаках, готовых убивать детей ради собственной выгоды. Коллективизация происходила с большими трудностями, в стране плохо принимали пионерскую организацию. Для того, чтобы изменить отношения людей, нужны были новые герои и новые легенды. Поэтому Павлик был всего лишь марионеткой чекистов, стремившихся устроить показательный процесс. Однако эта версия вызвала массовую критику и была разгромлена. В 1999 году родственники Морозовых и представители движения «Мемориал» добились пересмотра этого дела в суде, но генпрокуратура пришла к выводу, что убийцы осуждены обоснованно и не подлежат реабилитации по политическим основаниям. Была и другая версия, что это была семейно-бытовая драма без всякого политического подтекста. По его мнению, мальчик рассчитывал только на то, что отца припугнут и вернут в семью, и не мог предвидеть последствий своих действий. Он думал только о том, чтобы помочь матери и братьям, так как был старшим сыном. Как бы ни трактовали историю Павлика Морозова, его судьба от этого не становится менее трагичной. Его смерть послужила для советской власти символом борьбы с теми, кто не разделяет ее идеалы, а в перестроечную эпоху использовалась для дискредитации этой власти. Спасибо за просмотр, пишите в комментарии какую версию именно вы считаете правдоподобной. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, всем удачи и до скорой встречи.